Короткие дистанции бегать не часто, но на соревнованиях соперницам не уступает. Ирина Насанович – член команды завода «Пигмент». Легкой атлетикой занимается для себя, но очень серьезно. Она – одна из немногих в Тамбове, кто регулярно бегает в марафоны и даже ультрамарафоны по всей России. Такая подготовка позволяет ей довольно легко выполнить весь комплекс ГТО. Московский марафон, конечно же. Ультрадистанцию бегала в Суздале. В основном трейлы мы бегаем. Хочу забег на Эльбрус тоже пробежать. Просто так мы заходили с компанией на Эльбрус. Теперь бегом хочется. Рядом с легкоатлетами на поле – матч между мужскими командами по мини-футболу. Команда завкома в красных майках как ни старалась, но все же уступила игрокам ТВРЗ. Всего же в этот день на стадионе сошлись спортсмены девяти предприятий региона. Для них такой праздник – возможность проявить себя в любимых видах спорта, пообщаться и просто переключиться с нелегкой работы на предприятии, на командную борьбу на свежем воздухе. Мы прививаем здоровый образ жизни. На предприятиях у нас довольно серьезный тяжелый труд. Есть и химические предприятия, машиностроительные. И человек, занимаясь спортом, конечно, он меньше болеет, у него укрепляется иммунитет. И поэтому мы стараемся, что чем больше людей вовлечь к спортивному образу жизни, тем лучше. На трибунах для поддержки команд есть даже болельщики. На открытом воздухе это не противоречит рекомендациям Роспотребнадзора в период пандемии. Здесь и масочный режим соблюдается, и дистанция, и антисептик, и, соответственно, все, что предписано, все соблюдается. Это неукоснительно. Часть состязаний все же пришлось провести в спортзале. Например, девушки качали пресс лежа на полу в течение минуты. Побеждала та, что сделать больше повторов. Тут же по соседству на турнике нормы ГТО по подтягиванию сдавали мужчины. Например, Денис Балабаев смог подтянуться 23 раза и принес заветные очки своей команде. На такой спартакиаде он впервые. В жизни занимается боксом и легкой атлетикой. Секрет хорошей формы для него – ежедневные тренировки. Надо утром вставать, делать зарядку, надо бегать почаще, ходить в спортзал, заниматься. Вот, тогда можно быть в хорошей форме всегда. Тем временем на стадионе разворачивалось захватывающее действо, которое каждый раз вызывает бурю оваций болельщиков. Самая зрелищная часть состязаний – перетягивание каната. Участвуют только мужчины. За несколько секунд спортсменам предстоит выяснить, кто сильнее, вносливее. И вся команда умеет работать слаженнее, как единый, многорукий и многоногий организм. Победителям достались кубки и денежные призы, но проигравших на таком турнире по сути нет. Здесь олимпийский принцип – главное участие, а не результат – имеет буквальное значение. Ведь провести выходной в прекрасную погоду в соревнованиях с коллегами и постоять за родной завод – уже немалая победа над самим собой. Дмитрий Шапкин, Олег Осипов, Евгений Мещеряков. Область новостей.